Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт фокусы от моряка.ру В этом видео я хочу рассказать вам одну коротенькую историю, которая недавно со мной приключилась. Прогуливался я как-то по старому заброшенному дому и на подоконнике нашел 4 карты. Это были самые обычные тузы. Ну, я-то как бы картежник уже опытный. Тузы как тузы, подумал я, ничего удивительного. Обычный бубновый туз, обычный крестовый туз. Нашли чем удивлять. Все же мы люди, все мы играем в карты. Во все времена. Но вдруг раздался непонятный мне шум. И первый туз, червовый, поднял свое лицо. Вдруг раздался следующий шум. И вдруг самый грозный, пиковый туз показал свое лицо. Что за чертовщина, подумал я. Вернул пикового на место. Но вдруг раздался следующий шум, и уже крестовый показал себя во всей красе. Но крестовый туз всегда был самым нормальным. Он всегда все возвращал на свои места. Вдруг раздался шум, и ничего не произошло. Я уж было расслабился, но шум вдруг вновь повторился. И последний туз, бубновый, показал свое лицо. Тогда я понял, что эти черные тузы далеко не просты. Я бросил их, и бросился бежать из этого дьявольского дома. И спустя час вернулся туда с канистры бензина. На этом, собственно, история этих тузов закончилась. Ну что ж, друзья. Вот такой вот несложный фокус. Предлагаю перейти к обучению и посмотреть, как он делается. Окей, друзья, давайте смотреть обучение. Для демонстрации этого фокуса я воспользовался колодой НОК черного цвета. НОК В3 черного цвета. Итак, до этого фокуса нам нужны всего лишь 4 туза и умение делать Эрмсли Кант. Если вы не умеете делать Эрмсли Кант, то, пожалуйста, научитесь. После этого возвращайтесь к этому трюку. Итак, берем 4 тузов и начинаем рассказывать какую-нибудь историю. Сейчас первым делом нам нужно перевернуть с 3 тузов вверх лицом. Как я это делаю? Я лично кладу тузов вот таким вот образом. Обратите внимание, как у меня лежит большой палец и как у меня тузы находятся здесь. После чего я кладу их вот сюда, вот зажимаю, да, и вот этим вот пальцем, вот этим вот именно местом сдвигаю их. Трех тузов сдвигаю, одного оставляю. И трех тузов я переворачиваю как один. То есть трех тузов я вот так вот перевернул. То есть рассказываем историю, пока рассказываем, быстренько сдвигаем и переворачиваем. Можете сделать по-другому. Можете сделать отрыв нижней карты мизинцем и взять их и перевернуть. Мне лично первый вариант нравится больше. Так, рассказываем, говорим тузы. Вроде это были тузы, как тузы. Обычный червовый туз, обычный пиковый туз. Теперь я беру червового, достаю и переворачиваю. И кладу вот так вот назад. Получается, что у меня теперь посередине два туза перевернутых. И по краям два туза лежат рубашками вверх. И теперь я делаю эмсликант. Говорю, раздался какой-то звук. Ну, вы можете, конечно же, свою историю придумать. Раздался какой-то звук. И начинаем отсчитывать. Берем первую карту. Говорим, что показался крестовый туз. То есть я забираю первую карту. Далее я сдвигаю две карты как одну. Видите, у меня здесь две карты, да? Но я их сдвигаю как одну. Это как раз и есть тот самый эмсликант. То есть я сдвигаю раз. Сдвигаю два. Забираю. А первую возвращаю под низ. Здесь у меня сейчас две карты. Три. Четыре. Потом я говорю, что раздался вновь звук. И теперь я начинаю пролистывать снова. Я беру снова верхнюю карту. Снова две сдвигаю. Эту первую верхнюю возвращаю под низ. Эти две захватываю. И говорю, что появился второй туз. Хотя здесь у меня пролячится крестовый. Далее я забираю бубнового. И вот эту карту я кладу под низ. Не наверх, а под низ. Далее. Мне необходимо сказать, что. Что за чертовщина, подумал я. И решил вернуть туза этого наверх. Перевернуть. Теперь мы снова делаем этот прием. То есть я снова раздвигаю эти три карты. И переворачиваю все три как одну. Также можно сделать отрыв нижней карты мизинцем. То есть нижнюю карточку мы мизинчиком отрываем. И эти все карты как одну переворачиваем. То есть у нас остается сейчас вот это. То есть я говорю, что я перевернул этого туза. Но вдруг вновь раздался шум. И показался самый грозный пиковый туз. Также я забираю верхнюю карту. Далее сдвигаю две карты. Вот эти две как одну. Сдвигаю их. Захватываю. А верхнюю возвращаю под низ. Снова беру эту карту наверх. И вот эту последнюю кладу под низ. То есть у меня сейчас остается здесь туз. Я его вывожу наверх со словами, что несмотря на то, что туз как бы всегда был грозный. Но он был всегда самым нормальным. И всегда все возвращал на свои места. Я кладу этого туза на эту карту, на вторую. И беру эту карту на брейк. Далее я подраниваю эти карты. Беру туза. Но здесь у меня вторая карта под ним. И здесь две. Беру этого туза и говорю, но пиковый туз всегда был самым нормальным. И все возвращал на свои места. Далее туза подношу под низ. и ударом таким переворачиваю эти карты. И оставшегося все это кидаю сюда. Но одна карта у меня перевернута. Далее говорю, пиковый тур всегда был самым нормальным, он всегда все возвращал на свои места. С этими словами мы перевернули эти две карты, переворачиваем эти карты и говорю, как видим все на свои места и вернулось. То есть я беру раз, снова делаю эмсликан, сдвигаю две карты как одну, захватываю, два, три, четыре. Хотя на самом деле у меня здесь одна перевернутая. Но, говорю я, звук раздался вновь и раз, снова эти карты захватываю, два, эти две, показался червовый туз, самый последний, да? И эту последнюю карту я кладу не наверх, а также под низ. То есть получается, что все четыре туза у нас свои лица сейчас показали. Если говорю, что тогда я понял, что это место проклято, этот дом проклят, я бросил этих тузов и бросился бежать из этого дьявольского дома. Вот такой вот легкий, ну, в принципе, он легкий этот фокус для тех, кто умеет делать эмсликант. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, тем самым вы автоматически станете участником нашего конкурса. обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте. И, конечно же, рассылка 10 редких фокусов вас также ждет. На этом все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok